Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня мы начинаем четвёртый диск Shenmue 2, это уже тридцать четвёртый по счёту летсплей, и смотрим вступительный ролик, как Рио приплывает в Гуэлин. Да, так, ну и давай. Сейчас мы посмотрим здешние красоты. Вот на таком, я даже не знаю, как это назвать, небольшом кораблике. Рио приплывает в Гуэлин и... Узнаёте его стойку? Конечно же, именно так он и приплыл в Гонконг! Да, с таким же каменным лицом, с такой же стойкой, с этой же сумкой, всё точь-в-точь! Ну, это нам не мешает. Уб, я забыл включать фундскрин, ну и ладно. Посмотрите только, как здесь всё нарисовано для того времени. Это же просто великолепно! Замечательно! Не знаю, даже это неописуемо для тех годов! Такие просторы, такие красоты! Это... это нечто! Конечно, сейчас уже это не айс смотрится, да, согласен. Но... Мы Shenmue любим! До сих пор... Осознавая, что... Раньше она имела одну из самых лучших график. Это лаги эмулятора, кстати. Не игры. Одну из лучших график. Так ещё и сейчас она просто всех поражает сюжетом, возможностями. И вообще всем, чем только можно. Почему я не вижу капитана корабля? Рио хардкорщик, он будет прыгать сверху. Ты не хардкорщик? Он даже малой не побоялся прыгнуть, и этот полетел. Вау! Вау! Вот мы и прибыли в Куйлин! Ахаха! Как же здесь всё-таки прикольно! Ну, это видимо... Точнее, не видимо, так как это деревня. Ну, конечно же, здесь много трудящихся людей. Ну, здесь даже... Здесь даже есть этот ломбард. Или это не ломбард? Ладно, давайте зайдём посмотрим. Просто интересно. Я как-то не заходил здесь... Да, это как ломбард. А изнутри он не чёток. Так, ну только мы тут фиг чё продадим, да? Видимо, кончились лесовки. Так... Всё. Теперь можно отправляться в путь. Конечно, можно было поговорить с жителями, но... Думаю, и так понятно, что нужно бежать прямо. По этой тропиночке. Которая вот так вот плавненько извивается. Только посмотрите на эту красоту! Как здесь, блин, всё живо! Ааа... Природа! Действительно, она здесь чувствуется. Это природа! Свон! Блин! Ааа! 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 Это кто, мальчик или девочка? Аааа! Ну вот, видите, бабочки возле цветочков летают. Я испугался! Это чё за прическа такая? Ааа! Вот тут тоже цветочки! И тут цветочки с бабочками! А тут без бабочек. Ну-ка, интересно, вверх туда можно подняться как-нибудь? Эй! Эй! Жалко! Ладно, идём по тропинке. Такой небольшой каньончик. Вообще очень маленький каньончик такой. Вот здесь деревенские жители. То есть видно, что Китай, вот их фирменные... Ну, вот эти треугольные шапочки из соломы. Так, что у нас здесь написано? Лангуйщан. Лангуйщан. Деревня Байлу. Вон туда мне и надо. Всё ярко, птички поют. Всё так красиво. Так, что-то знакомая мелодия. Гринфилд. Слышно, как дует ветерок. И вон там, видимо, тростник растёт. Или не тростник. А, это, видимо, просто трава какая-то. Может быть тростник. Вот здесь такие кустики с... С чем? Это ягодки. Да, это какие-то ягодки, видимо. На цветы, по крайней мере, не похожи. Хотя, может быть, это и цветы. Не знаю. Тем не менее, красочно, красиво. Такая здесь речка. Видимо, именно из вот этой речки, так сказать, как нам сказали, сделано из зеркала Феникса. Вот она. Красивая. А цвет, кстати, похож. Смотрите. По-моему. Ну, ладно. Похоже, не похоже, судите. Уже не нам почему толчал... Чувак туда залез, а я не могу. Я тоже хочу там побегать. А может, я хотел бы с ним поговорить? Эй, это дело это игру линейной. Меня лишают возможности. Я не знаю, как правильно это читать, так что извиняюсь. Что-то резко, прям очень резко тучи понабежали, прям очень резко. Полил дождик, капельки на камнях. Я лучше слышу. Рео стоял, смотрел, потом дождь начался, секунд 15 постоял под дождем и потом сказал, что нужно ему спешить. Конечно же, у него просто мега реакция. Как громко. Мне страшно. Река забурлила. Кстати, это река чище, чем Ирдыш у нас в Бонске. Он вообще там просто засран всяким левым говном. Козочка. Или это олененок. Зверюшка плывет. Девочка. Беги, беги давай, беги. Я в тебя верю. Я верю в тебя, ты спасешь ее. Нет, это все-таки олененок какой-то. Ты куда поплыла? Ты умеет плавать? А, ну хотя да, чего ему не уметь? Он же спортсмен. Беги. Ну что, Тарил далеко от сумки своей уплыл. Продолжение следует... Здесь действительно чувствуется буря. То, что прям погода бушует, то есть вообще хорошо. Так, передается атмосфера, погода. Интересно, что это за белые олени такие? Вставай, вставай, вставай. Вон она, линеная крезвица. О, хорошо, я так рада. Ты спасла нас. Ты в порядке? Спасибо. Нет, он вас не спасал. Это ты спасла олененка, а он спас тебя, одновременно спася при этом олененка, которого спасла ты. Он, опять я сказала, какой-то бред. О, белый олень, хранитель деревни. Байлу. 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 Байлу виллеч. Хорошо, как скажешь, Шанхуа. Сейчас будут такие прогулки под приятную музыку. Сумка! Где ты её взял? Вы так далеко от неё уплыли! Когда ты чинулся, ты был без неё! Что за фигня? Хо-хо-хо! Это магия! Так. И вот на четвёртом диске очень бы не помешал бы Full Speech, но... Интересно, а можно... Ну... Так, то есть, Рива её не обгоняет, да? Это фигово! Это очень фигово! Придётся идти пешком! Давайте с ней ещё поговорим! Давай, поторопимся! Ага! Всё, понял! То есть, можно с ней поговорить, послушать всякие байки и тем самым, вот то, что я сделал, поторопить её. А когда её торопишь, то и скипывается, так сказать, сцена обычной ходьбы. Вот так, как здесь красиво! Что это дерево? Оливковое дерево. Оливковое дерево. Кури. Леса Элин, Гурилин. Леса Благоухающих Маслин, да? Так, давайте, ладно, сохранимся, и это будет конец этого летсплея. И встретимся мы уже в следующем летсплее. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok